жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А сейчас начнешь говорить ваш возраст, одна матерщина лезет изо рта, а Господь говорит, за каждое слово человек даст отчет. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере. Люди ничего не знают совершенно. Вот сейчас половина мужиков раздетые до пояса валяются. Я говорю, что миазм из-под подала отравили вас. Ум помутился, показывает свои органы, которые нельзя показывать, блудят открыто. Такой грязи нигде нету больше, только вот в рулетке в этой. Я говорю, а кто ее составил в рулетку-то, знаете, не знают. Ученик, 17-летний двоечник, Андрей Терновский. Я, говорит, не знал, как экзамены сдавать, и думаю, что-то надо думать. И сразу миллионером стал, уехал в Америку. А тут теперь, тут 80% мусульмане. А почему? Ну, они натренировались, 4 жены у него, а тут 44 бесплатно. А там колын надо платить. И тут все понятно, тут что вскрывать-то. Вот они и начинают. Я им показываю Библию, Библию показывают, они, а у нас другая книга. Я говорю, какая, может, это? Да. Считай, что написано. Если 100 человек ни один не мог написать. Я говорю, не зря вас называют чурки с глазами, а вы обижаетесь. Совершенно ничего не знают, только блудить умеют, как жеребцы, я говорю, на чужих кобыл скакать. По сути, так-то, если по ихнему, им даже смотреть нельзя на чужих девушек обнаженных. Надо знать, что будет суд Божий, за все придется отвечать. О чем Лермонтов писал на смерть. Мы только письменько отвечаем. Мы в тюрьме сидим. В тюрьме? Я в пяти тюрьмах отбывал срок, за слово Божие. В лагере смерти, как называли, отбывал. Освободился только в 87-м году. Меня 26 лет только крутили, морозили, выворачивали. КГБ, Московское. Это не просто так. Психиатрия. Тело накачивали, как бочку делает. И они ничего не могли сделать. А началась перестройка, я реабилитировал теперь со всеми льготами. А я что могу сказать? Это мой жеребий, мне Бог его дал. Моя планета, я должен это выполнить. Так следователь обратился, покаялся. Начальник тюрьмы умер по-христиански, беседовали. Один следователь военный стал священником. Преступники. Я просто хотел, можно поинтересоваться, А вот вы не в курсе, правда не отпевают? Судьи и прокуроров не отпевают? Судьи и прокуроров что делают? Не отпевают. Нет, такого нигде нет. Если человек покаялся, верующий, отпевают всех. Тем более в церкви. Вот у нас две общины. У нас никого постороннего отпевать не будут, пока мы не узнаем, кто он такой. У нас нигде деньги нет. Ни за свечи, ни за крещение. Нигде нету. Вообще нету. И с тарелкой не ходят. А как вот так вот взять, допустим, судья? Ну как он может вообще людскую судьбу решать? Ну как? С посторонними, с связью. Вот у меня ресурсы здесь есть. Канал называется «Во свете Библии». «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вы зарядите, его увидите. У меня 17 тысяч, это, 14 тысяч 700 роликов. Там все абсолютно показано. Как узнать? Вот узнаем. Я начальник детского лагеря был. Сам по милости Божией образовал. Господь дал мне такую власть. И еще 45 лет был начальником детского православного лагеря. Он один на всю Россию был. И нам есть, что было показать. Встаем всегда в 5 утра. И целый день занятые. И трудятся, и отдыхают, и купаются, и костер, и лошади, и лодки. Они другие люди делаются. Наркоман приезжает, ребенок, уже в 11 лет. Берут родителей, они узнать его не могут. К нам прилетела из Лондона директор Кэстонского института Ксения Деннен. Ей дали сопроводительного из Останкина. Она о нас услышала. Где вы учились? Я не учился нигде. Я самостоятельно это постигал. Я знаю, что такое канзио в Японии. Сюда его применил. Никогда не стонать. Вот у англичан правило. Нарушил тишину два раза. Лишаешься общежития навсегда. Дети это знали. У нас скверное слово наказывалось. У меня физические наказания были. Тут трепетали. Тут и КГБ вмешалось. Ну, проверили, нигде ничего нет. Ни избиения, ничего нет. Ну, уберите из устава. Я говорю, нельзя. У ребенка должен быть страх. Он маленького ребенка ударил палкой. А родители мне отдали всех. Я все должен делать. Я обязательно накажу его. Крапивы много. Ушинский, это учитель. Его называли отец русской педагогики. Он говорил, у ученика уши растут на спине и чуть пониже. Вот вы зайдите на наш сайт. Зайдите. Игнатий Лапкин. Во свете Библии. А если по скайпу поговорить пожелайте. Только зарядите Игнатий Лапкин. Я один во всем интернете с этой фамилией и именем. Мы бессрочно там были. У нас выхода не было из тюрьмы. Как бы не перестройка, все бы там и кончилось. А Господь послал. Вот я утром стою на пересылке, а ребята говорят, ну, зэки, сидельцы. Вот вчера ночью семь человек на колени с вами становились, молились. Можно мы тоже с вами будем молиться? А я никого не приглашал. Я один молился, спросил, где я не мешаю, там, пахан старший, там, вор в законе. Я говорю, а вот здесь, как около двери, вот такое расстояние. Я не буду мешать? Да нет. А на второй шконке лежит, дует мне прям лицо табаком. Они увидели сразу его оттуда, смели в другое место. А я молился раз пять в день, по полтора часа. А вот с восьми дверь открывалась. Семьдесят человек в камере. Никто не закурит, следят. Три человека не курящие были. Моют руки. Я даю считать Библию. Открывается камера. Охранники из двух этажей у дверей стоят, все слушают. Вот как торжественно можно идти. Это Бог. Бог делает так. Вот меня бы не посадили, вот я где нахожусь, этого бы не было у меня. А почему? Да потому. Когда я вернулся, стал судиться. Одолжения были по государственным расценкам. Одиннадцать миллиардов. Я создал самую крупную мере фонотеку. Переводил с разных языков. Составлял, как режиссура, пьес. Но недоминированная. Одиннадцать лет шел в суд, я его выиграл. Ну, не весь, не целиком. И вот рассчитываться нечем. Это Бог делает так. Судебный исполнитель, женщина, она поставила условие. Если слабки на меня рассчитаетесь, арестовываю все счета. Ни один бюджетник не получит ни рубля. Я предложил недвижимость. Всего два домика в центре города, тринадцать соток. И отдали. Суд все закрепил, мировое соглашение. Мы в одном храм сделали, а в другом вот я живу. Мэр города приехал передавать. Это каторжнику. Это же надо думать. То есть такого дома во всей стране нету. Чтобы мэр города приехал. В губернтскую газету сфотографировали. И огромная статья. Лапкин предпочел храм недвижимости. Я в конце даю интервью и говорят. Ну а что самое важное в вашей жизни было? Я столько видел, столько был переездов этих. Я говорю, самое важное, что я узнал, как много у Бога добрых людей. Я их встречал среди заключенных, среди неоднократных, который уже шестой раз сидит. И вдруг в нем такой талант открывается. Он кается. Я ему говорю, измени все показания, где ты солгал. Он вызывает прокурора по надзору. Все переначивается. И ему дают вместо 7 лет условно 3 года. Разве это не чудо божье? А заключенные-то они любят там баснями питаться. Они обо мне молву пустили. Вроде я тюрьму открыл, всех выпускаю. Спешно даже. Я говорю, то, что пережил, другого нету. Это Бог делает. Это только Бог. Если без Бога, я бы еще мог получить. Вот я молюсь, а в это время Татарщенок один с одним глазом еще. А можно я вашему Богу молиться буду? Ну, я, Ахмат, молись. А они там с ножом. Он не порезал ничего там. Сторожих обыланий пригрозили там и поросенков украли. Вот ему статья. Он зарекался что-то. А потом я обратно шел по этапу и спросил. Ему, говорит, три условно дали. Видишь, как Бог делает. Надо не лгать никогда. Или молчать, или говорить правду. Единственное правду. Ничего, кроме правды. И поэтому, когда я вернулся, у меня очень близкая, ну, близкая такая дружба, прямо знакома с прокурором края, генерал-лейтенант. И мне давали возможность знакомиться с делами преступников, как следователю. Я выбирал самые трудные и вызывал их. Мне разрешено было. А я не исследователь, юридического образования нет. Это как бы противозаконно. Но законом оправдано было это. Пятеро их идут по убийству. Уже до суда трое выйдут на свободу. Это Бог так делает. Вот если у вас будет желание, значит, вы зайдите в скайп. Скайп. Игнатий Лапкин. Два слова запомните, запишите. Повторяю. На весь интернет я один с этой фамилией, именем. Один. Вот представьте. Меня по этапу везут. Ну, Новокузнецк дошли. Везут психиатрической экспертизе. Там проверяют иногда. Мне не дает этот, который там выдает, баландер. Он мне говорит, в сторонку отойди. Ну, я встал, стою. И он тогда подошел. Говорит, отец, я тебя, говорит, уже три года жду. А как ты меня знаешь? А у меня, говорит, припрятано для тебя. Он достает там простыни новое, там, как нахрахмаленное. А как ты узнал, кто я? Я сразу узнал. Вы только пришли в тюрьму, уже сказали, что вы пришли. Я им молитвы переписывал. Зэк. Зэк. И он, он понимает, что это такое. Я только спросил, как тебя звать, и стал молиться. Это Бог делает. Вот привезли меня, когда уже Жанатас, Джамбульская область и Казахстан СССР. А я все еще с бородой. У меня другом стал начальник тюрьмы, я с ним беседовал. Полковник. Бороду снимать надо. По-другому нельзя. Я плачу, сижу. Я говорю, Пугачева не снимали, не у Разина. Сидел Ульянов Владимир, бороду не брили. Дайте мне срок больше. Вместо общего дайте строгий режим. Я согласен. Нельзя. Ну, пришел политотдел, расстелили простынь большая. И стал меня стричь чеченец, парикмахер. У самого руки трясутся. Он увидел, что я молюсь. И он говорит, а меня Аллах не накажет. Я говорю, да ты-то при чем? Ты подневольный. И когда закончили, мне позволили бороду собрать. У меня сейчас две бороды. Одна в конверте лежит, другая на мне. Вот как. Я никогда после этого уже бритвы не касался. А когда в баню шли, кто-то подходил. Ненасильничали, я руки опущу, они меня обстригут, побреют и все. Я верующий. Мне нельзя этого делать. Бог дал мне эту красоту. Это мужество. Это то, что ты хозяин над женщиной, не подкаблучник. Вот Господь нам позволил тут встретиться. Быть в тюрьме, я вам много мог бы рассказать историй, которые там были со мной. Я тут с 18 лет сотрудничал только с тюрьмой. По камерам шел, по рации выступал. Писал им проповеди, которые, ну, говорить надо. Много чего привозили, литература. И все это бесплатно. С малолетками тут работал. Секундочку, секундочку. Подождите меня, не отключайтесь. Да, литер. Да я не спал, что-то нормальный, я помню. Вообще не спал. Да мы тут с этим, с батюшкой сейчас разговариваем. Костюм, короче. Сейчас рулет, короче, взял таким там. Пропал с батюшкой, короче. Ну, такой серьезный дядь, он по лагерям отмотал. И с брата все это доводит, нам за жизнь были. Да, не, ну, кстати, он серьезный, кстати, не серьезный. Вы, если зарядите, Игнатий Лапкин, написать не YouTube, а сайт. Да. Сайт. Поняли меня, нет? Вы слышите меня? Вам слышно меня или нет? Вы еще с нами здесь? Вот, если вы зарядите и Игнатий Лапкин и слово сайт, вы зайдете на сайт. И там на первой странице рамочка... Не слышу. Не слышно? Не слышу, не слышу. Что-то случилось с динамиком, блин. Ну, у вас там посмотрите, только не ругайтесь. Посмотрите там. Там где-то, посмотрите. У меня все на месте. 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 У меня все на месте.